Развитие достижений в Приднестровье, политике, экономике. Президент Вадим Красносельский дал праздничную пресс-конференцию. В этом году из-за карантинных мер, направленных на нераспространение коронавирусной инфекции, количество журналистов было ограничено. Пресс-конференция юбилейная в преддверии 30-летия республики. Такое событие наверняка привлекло бы внимание многих зарубежных СМИ, но в условиях пандемии в зале даже приднестровских журналистов в минимум. Чем может гордиться наше государство, в первую очередь спрашивают у президента. Цитата. Удалось создать независимую республику, сформированную общность приднестровский народ, который строит социально ориентированное государство с рыночной формой экономики. Это и есть достижение, считает Вадим Красносельский. Судьбу Приднестровья решал и решает народ в ходе референдумов, которые в других странах носят лишь консультативный характер. Большой блок вопросов на злобу дня. Ковид-19. Президент развеял слухи о новой волне карантинных ограничений с 15 сентября. Пока такого решения нет, но есть решение вводить строгий карантин в коллективах, где заболели сотрудники. Среди предприятий, которые сегодня закрылись на карантин, бендерская фабрика «Флари». Твердая позиция президента. Всех больных ковидом в Приднестровье будут лечить в стационарах. Лечение оплачивается за счет государства. К вакцинации от коронавируса стоит относиться с осторожностью. Пока закупать вакцину не планируют, рассказал президент. На борьбу с ковид за 6 месяцев потратили 140 миллионов рублей. Потребность на второе полугодие на 10 миллионов больше. В последствии пандемии и падения ВВП в 2020 году сокращен фонд ковложению. Свернута программа обеспечения молодых семей жильем. Но даже несмотря на трудности, за счет фонда ковложению удалось отремонтировать треть преднестровских детсадов. 70 школ, 30 медобъектов. Были обновлены практически все коррекционные учреждения. Вчера в Бендерах открылась вторая очередь центра инваспорта. Спрашивали о потерях преднестровской экономики из-за пандемии. Готовности к новой волне и стратегии противостояния распространению вируса. По мнению президента, прогноз на восстановление преднестровской экономики после пандемии положительный. Несмотря на все испытания, есть подвижки в развитии системы мелиорации и инфраструктуры сельских территорий. Ну и самый популярный вопрос на всех пресс-конференциях. О признании преднестровской. Признание зависит от внешнего фактора, но оно обязательно будет, уверен глава государства. Главное, чтобы этот процесс был мирным. И еще одна цитата. Годы идут, республике 30 лет. У тех, кто родились в период образования, республики уже растут дети, будут и внуки. Эпохи меняются, а народ остается. Мы продолжатели успехов и достижений наших предков. Мы чтим историю Приднестровья, которая состоялась. Подытожил президент, поздравив всех преднестровцев с наступающим юбилеем республики.